Добро пожаловать! Совсем скоро бой. Ждем. Я и Магомеду не ссылал. Мы будем как-то чередоваться, договариваться с ним. Вот он выступал, передал мне эстафету победную. Надеюсь продолжить завтра. Когда выходишь в клетку, то ты перед тобой противник, если ты должен побиться, должен его выиграть. Показать все, что он способен. Год у него простое было. Рамы преследовали. Как-то не настроился. Я считаю, что он должен реабилитироваться и выиграть. А я способен победить. Я тоже в это верю. Три замены. Мы 66 и 70 оставили те же. Остальные всех поменяют. Соперник хороший, но я считаю себя тоже хорошим спортсменом. Поэтому не могу сказать, что переживаю. Просто как на тренировку иду. Собственно, главные действующие лица на прямо сейчас клуб Кострома. Из Костромы, соответственно, и представители московского клуба «Крепость». Появляются на данный момент в клетке. И совсем скоро мы с вами уже будем начинать поединки. Обращаясь к своему собеседнику Бату Хайсикову. Бату. Бился еще один из ваших бойцов в очень условном андеркардовом бое. Разогревочном бое, как его здесь называют, перед основным событием. Довольно результатом? Довольно тем, что было? Нет? Да. Хочу прежде всего обратиться к тем, кто следит за единоборствами из Калмыкии. Что состоялся дебют Штепина Баира. И он одержал уверенную и убедительную победу. И этот бой вы сможете увидеть на телевидении в Калмыкии. Бой в очень хорошем качестве. Поэтому можете уже порадоваться, поздравить его. Собственно, сейчас мы будем наблюдать поединки уже озвученных команд. Я, кстати говоря, Дмитрий, хочу обратить внимание на то, что команда из Костромы держит в руках вумпела. Да. Мне кажется, это очень добрая традиция. Правильная традиция, старая традиция обмениваться вымпелами. Если мы берем игровые виды спорта, так было всегда, ну в советское время, по крайней мере, сколько я себя помню. Обмен вымпелами традиционный. Возможно, в дальнейшем Fight Nights введет это, я не знаю, в норму, в традицию. Конечно, я думаю, что это немаловажный аспект. Это один из атрибутов хорошего шоу. Мне кажется, что к этому туру участники данного чемпионата чувствуют себя более раскрепощенно. Как-то уже какие-то эмоции позитивные. Для бойцов это тоже праздник. Они понимают, что для них это шанс показать себя на всю страну. И в том числе, да, завоевать своего поклонника. И завоевать денежку, если получится. В том числе, мы не забываем то, что призовой фонд по меркам российского ММА очень серьезный. Очень-очень серьезный. И, честно говоря, вот именно понятно, что приз идет и на команду, а там и тренеры, и все надо. То есть, ну, люди не в вакууме соревнуются, не в вакууме готовятся. Ну что, ребята поприветствовали друг друга, выходят из клетки. И сейчас мы ждем с нетерпением первую пару. Что же было, да. Что же было до, давайте вспомним. У клуба «Крепость» победа со счетом 4-1. В первой встрече в дебюту у них все нормально. А вот Костромой в первую встречу проиграл со счетом 2-3. Поэтому сейчас уже, ну, понятно, что задачи самые высокие. Но сколько эти задачи получится реализовать, посмотрим. Начнем с... да, начнем. Извини, извините, Дмитрий, еще раз отметить, что, несмотря на то, что, казалось бы, молодые ребята, молодые бойцы с небольшим рекордом, но какой класс они показывают? Уровень уже есть, я согласен об этом. Есть. Это говорит о том, что в России очень хорошая школа. Школа уже сформировалась. И школа рождает вот таких вот мастеров. К самим спортсменам перейдем. Участник из клуба «Кострома» Роман Силагадзе. Весовая 66. Обратите внимание по картинке, кто где непосредственно находится. Мастер спорта по рукопашному бою, по боевому самбо. Два президента в клубе «Секлюдский» Сергей Анатольевич и Евгений Анатольевич. Якеев, тренер Геннадий Геннадьевич Кушнерик. Чемпион России по рукопашному бою 2011 года. Я имею в виду сейчас Силагадзе 1-0. Бой начинается с очень жесткого лоу-кика со стороны Рябичева. Но это не смущает его оппонента. Максим Рябичев, правша, мастер спорта, чемпион России по армейскому рукопашному бою. Вот у него как раз 0-1. Поэтому я думаю, что слабое место Рябичева – это борьба, насколько я понимаю. Ну, рукопашник, да. В большей степени он похож на ударник. Локоть. О, по-моему, кисть вылетела. Или вылетела, или сломалась. Я считаю, что со стороны Камилья это очень благородно. И я думаю, мне кажется, что стоит наградить его аплодисментами. Я согласен. Вот, вы знаете, я в любом случае от себя поаплодирую. Потому что он прекрасно видит, что происходит. Номинально, номинально, как профессионал. Вот и теперь это то, что зрители и зрители также наградили. Ну, по-настоящему это герой. Это поступок. Это поступок. Номинально он должен был его продолжать бить. Номинально. Судьяник не сказал, что травма – это личная проблема, очередная проблема спортсмена. Но при этом он видит, что оппонент руку поднять не может. Там, скорее всего, перелом. По-моему, да. Дмитрий, по-моему, вы правы. Невозможно, что соперника продолжать бой. Роман молодец здесь. Просто молодец. Все, вот, пусть, может быть, еще... Я не знаю, здесь не скажешь это профессионально, но он по-человечески был абсолютно прав. Да, я ошибся, назвал его Камилем. Романом. Роман Силагадзе. Герой этого дня. Ну, пожалуй, как минимум. Очень благородный парень. И, кстати, та аналитика, которая делается, боевые хроники, я имею в виду, то, что у нас идет после турниров, это также фишка. Хорошая фишка. Я думаю, что она будет иметь и продолжение, в том числе резонанс. Ну, что, у нас следующий сюжет, поскольку бойцовский вечер из поединков только начался, так что давайте, давайте, давайте смотреть. Пожалуйста. Повернись. Держишь. Три наклончика вперед, четыре выпрямились. Начали. Виктор Викторович, он тренер по гимнастике. Очень долго тренирует. Лет, наверное, 50-40, я не знаю точно. Мне 76 лет. Я никогда не сижу, на работу не опаздываю, хожу регулярно, все как надо. Часто он разминки у нас проводит, Виктор Викторович. Нам нравится. Он тренирует так хорошо. Нагружаются мышцы, расслабляются. Есть всякие упражнения. На забивку, на расслабление, на растяжку, ну, на все. Они сейчас стали более мягче, гибче. У них суставы стали лучше работать. Научил меня на шпагат садиться. Плечи гибкие стали. Если ты не будешь гибким, в портрете делать нечего. Всегда поддерживаем, любим Виктор Викторович. Как тренера нашего второго возраста. Такой тренер в команде нужен. Встреча. Юлия Березикова. Вы знаете, в качестве так называемой отводки от сюжета, могу сказать, мои преподаватели, вы знаете, с вами говорили в Академии физической культуры, Светлана Евгеньевна и Александра Львовича, до сих пор помню слова. Говорят то, что легкая атлетика – это королева спорта. А вот матерью спорта можно считать гимнастику в любом случае. Потому что я не знаю ни одной, наверное, активной дисциплины, где гимнастическая подготовка в той или иной степени не задействована. И сюжет о совершенно замечательном специалисте Викторе Викторовича Прянишникова, который дает эту самую гимнастику в том виде, в котором она нужна для ММА. Это, наверное, подтверждение. Ну, Юлия Березикова – это яркая представительница мира смешанных наборств. И очень приятно, что именно такие красивые девушки, как Юля, представляют этот вид спорта. Хотя, кто-то говорит, что это не женское дело. Но вот Юля доказывает обратно. Сохраняя свою женственность, она показывает яркие и зрелищные бои. Переходим к следующей паре. Евгений Зуев, представитель клуба «Кострома». Рекорд 4-2-1. Призер по рукопашному бою 2012 года. Чемпион центрального федерального круга по боевому самбо. По бою досторонней. Мастер спорта по рукопашному бою, боевому самбо и универсальному бою. 89-го года рождения. Против Камиля Магомедова, правша Ушу Саньда. Это спорта, к которому я отношусь с нескрываемым уважением и местами даже обожанием. По ряду причин. У меня просто сам вид спорта. Не знаю, как телезрители, но этих ребят я знаю достаточно хорошо. И я нахожусь в предвкушении очень интересного боя. Мастер спорта по ММА и рукопашному бою. И чемпион Европы ММА среди любителей. Вот теперь все. Поехали бойся. Очень динамично начинают бойцы этот бой. Сейчас у сетки, у них будет возможность немножко привести дух. Так. Хорошо, удачно перекрылся. Но молодец, сейчас Камиля его не отпускают пока. Казалось бы, начало боя, а бойцы очень интенсивно его начинают. То есть очень энергозатратно. Отлично. Интересный прием использует Камиль. То, что мы по любителям в ММА... Пару лет назад, вы знаете, Бату. Ну, то есть понятно, что все это виделось по телевизору кем-то. Но то, чтобы ребята по любителям использовали такие штуки, можно было так мечтать. Дмитрий, скажите, интересно, возможно отрабатывать такие приемы? Вы знаете, то есть только упражнениями по СФП. Ну, к столбу ставить в обязательном порядке. Ну, а как? На ком на тренера? Не тренера жалко. Мне кажется, что в этом случае это импровизация и отдам должное Магомедову Камилю в том, что он проявляет, демонстрирует разнообразие введения своего поединка. Интересно, я решил профильный СНДист именно отдать начало боя очень вязкой борьбе, чтобы соперник залился, чтобы он немножко подзатек, меньше имел возможности к мобильности. А может быть, он пришел из борьбы и считает своим коньком как раз-таки борьбу? Учитывая, что он чемпион Европы по ММА среди любителей и уже мастер спорта по ММА, но явно с борьбой дружбы. Камиль меняет стойку и в какой-то степени успешно, не дает тем самым подстроиться Евгению. Но Евгений продолжает прессинговать, чувствует себя уверенно и прессингует. Что, собственно, ему подсказывает, его секундантам. Ты ничего не делаешь, Кричат, дави, бей. Вот, зашел с ударом. Вот сейчас ворсмены. Попал, попал, да довольно тяжело. На мой взгляд, рефери рано остановил поединок. Конечно, досадное поражение, но мы поздравляем Магомедова Камиля. Да, колено в печени, левый сбоку. Я, кстати, с вами здесь, Бату, согласен. Я не лезу обсуждать действия рефери, как правило. Но здесь глаза ясные абсолютно. То есть он упал. Руки, конечно, у него повислены в какой-то момент, но в следующий же он уже соображал. Могло, имело место быть некое продолжение. И в случае, если не было защитных действий со стороны представителей Костромы, то, конечно, нужно было останавливать бой. Ну, что, это решение рефери. Здесь он главный. Ну, что, Камиль Магомедов берет также, берет свой поединок. 1-1, получается, в очном противостоянии. Ну, здесь как здорово коленом стрельнуло левую сбоку. Вот она, комбинаторика. Вот про что часто говорят. Не бить одиночными ударами. Раз, два. Вы подобрали очень верный термин. Именно, что комбинаторика – это на самом деле большое искусство. Опять же, говорит о высоком классе участников. Следующий сюжет у нас, дорогие друзья. И смотрим, что нам расскажут. Здесь я специально не говорю, какой конкретный сюжет, чтобы было интересно смотреть. Клуб «Крепость» знает многие во всей России. И уже UFC дерутся в бойцы «Крепость» клуба. Забайрат Хугов у нас Рашид Магомедов и Константин Ерохин. Три человека, которые уже дерутся в UFC. И два человека – Олег Борисов и Мурад Мачаев, которые стоят на ожидании, на листе ожиданий для клуба. Это очень большой успех. Меня зовут Магомед Кадиев. Я являюсь президентом клуба «Крепость» в городе Москва. Я понимаю ответственность, которая сейчас на мне, потому что я представляю Москву. Это звучит очень гордо. Выиграл чемпионат мира, кубок мира, Европу, Россию выигрывал по рукопашному бою, по кубку «Санда». У нас в клубе, в общем, все пацаны, можно сказать, чемпионы и призеры многих соревнований. У нас хороший, сильный клуб. Стараешься с ними общаться и объяснять этим людям, что они могут достичь чего-то, хотя бы попробовать в этом себя, если у них это получается, год, полтора, и дальше известная схема, и в UFC, билотов, возможностей много. Мы все это можем им дать. В клетку приглашаются участники третьего боя. Весовая категория до 77 килограммов. К гостям есть знаменитые, известные личности Алиба Голодина, Фолоднини, в которой недавно свой бой выиграл наш треканал, показывал в прямом эфире. Ну и, соответственно, здесь, поскольку Файтнайт все это дело организовывает, и здесь же организуется в том числе, я не знаю, можно это назвать своеобразным кастингом, но девушки Файтнайт здесь, в общем, в том или ином количестве также участвуют. Файтнайт всегда говорит о том, что девушки с табличками в руках, а говорить правильно, Рингеллс, это тоже героини данного, любого мероприятия, любого шоу, и в данном случае сейчас хочется увидеть Рингеллс на экране. Вот вам, пожалуйста. Илона Еремина. Вот, пожалуйста. Илона Еремина. Поехали дальше. Кастинг-соу, из команды Файтнайтс. Аванес Абгарян, представляющий клуб Кострома, правша, армейский рукопашный бой, боевой самбист, кандидат мастера спорта по боевому самбо и мастер спорта по армейскому рукопашному бою. Призер Центрального федерального округа по боевому самбо. Два боя, одна победа, одно поражение. Против, соответственно, Гаджимурад Хирмагомедов, 91-го года рождения, правша, вольник, мастер спорта, чемпион мира по ММА. 1-0. Пиомира по ММА, это серьезно. Плюс профильный вольник, в любом случае неприятный соперник. Хорошо сложены ребята. Левый сбоку на скачке, как раз садится просто. В начале поединка немного зажаты, но понятно, волнение. Не хочется совершать явных и глупых ошибок. Поэтому ребята немножко зажаты. Но я думаю, что сейчас разойдутся, конечно. Все-таки какой-никакой опыт за плечами этих ребят есть. Ну и плюс тот сюжет, который мы видели о клубе «Крепость». Там, наверное, три состава, поскольку мы говорили с тренером, а с Магомедом Магомедовым тренером клуба. Там три состава. Ух ты! Ну ничего себе! Второй нокаут за Вече! Вот это да! Ничего себе! Рубанов глухую! Ох, ничего себе! Такого я и не ожидал. Тяжелейший нокаут, друзья. А вес-то уже. 77. Посмотрите. Правый бой точно в цели. Настолько тяжело. Классика жанра. Немножко корявенько, но удар получился навстречу. И попал в цель очень тяжело. Ну, в данном случае мы можем только сопереживать. Гаджимураду вы видите в виду? Ну, я имею в виду Гаджимураду Хиру Магомеду. Конечно, честно говоря, я потрясен. И это такой спорт. Можно только так резюмировать. Ну, профессиональные риски, да. Я ко всему готова, но я, честно, я переживаю за Гаджимурада. Но сейчас вот в себя вроде бы пришел, вроде бы привели. Если бы просто рухнул, как подкошенный. И это любители. Во-первых, это ММА. Во-вторых, это все-таки уже нелегкий вес. 7,7. 7,7 килограммов. Как раз ставится в ее категории, когда сила удара достаточно велика. Уже хватает. И при этом очень высокая скорость. И при этом, Бату, согласитесь, что, допустим, 5-7 лет назад вопрос из гонки. Даже если человек подгонялся в подвес, то есть там было 2-3 килограмма. Ребята сейчас гоняют спокойно и побольше. И номинально это 77. Но боевой вес там получается ближе к 84. И мы прекрасно понимаем, какой там удар. Понимаю. Ну, конечно, если говорить о гонке вес, это уже отдельная тема. И хотелось бы пожелать спортсменам и начинающим, и профессиональным, чтобы они это делали. Грамотно, с умом. Ну да. На сегодняшний день существуют технологии, которые позволяют сохранять силы, сохранять функциональность, и при этом входить в лимит. Тяжеленный нокаут, обратите внимание, отстает сейчас. Срители поддерживают Гаджимурата, но это заслужено. Гаджимурат все-таки достойный спортсмен. А Кострома ликует и поздравляет члена своего команды с победой, которая добывает вторую очко. А у нас Абгарян здесь, конечно, молодец, ничего не скажешь. Красивейший нокаут. 8 городов, 8 клубов и 80 бесстрашных воинов. Битва за миллион начинается. Каждую неделю клубный чемпионат по смешанным единоборствам на телеканале «Бойцовский клуб». Великолепный бой выдал Артур Петербеев. Великолепный. Сейчас давайте, дорогие друзья, посмотрим ролик о президентах. О каких конкретно президентах, ну, собственно, в ролике и будет сказано. В 1998 году, когда я поступил в университет, я пришел к родителям и говорю, «Мам, я бы хотел открыть ИП». А тогда, когда я еще не исполнилась 18 лет, родители должны были давать поручительство. Я говорю, «Мам, дайте ли мне поручительство, я хочу открыть ИП, хочу торговать констоварами в университете». Мы с ребятами старались как-то быть самостоятельными, даже в детстве. Пытались какую-то копеечку свою заработать. Поэтому в свое время, возраст, наверное, лет 10-11, мы бегали на улице, продавали газеты «Борской недели». Учителю продал нижнее блин, купил за какие-то деньги, наверное, рубль 20. Продал там за 2,80. Это были мои первые деньги. В дальнейшем продавал жвачки в школе. Деньги. Деньги первые заработал. Есть такой дагестанский, даргенский бизнес, меховой. Совершенно нормальным способом зарабатывал деньги на мехах. С детства, вот как меня привели за руку, посадили на мопед. Вот так я не могу с него слезть. Сегодня в Тире стреляли с легендарного «Калашникова». Серьезное оружие, серьезное. Это наше, можно сказать, достояние нашей страны. Кайф в силе, в силе мотора. Сложно это словами выразить. Это вот оно изнутри идет. Оно простое, этим и привлекает. Мое представление в красоте, именно как в оружии, да, с брутальностью, которая в простоте. То есть танк, нельзя его нарядить, да, чем-то. Он красив за то, что он просто брутален. Четвертого поединка. Виктор Фарауов, так знаете, многозначительно, глядя в эфир и глядя в камеры, набивал магазин от автомата Калашникова. На комментарийской позиции появился замечательный человек, замечательный боец. Чемпион Беллатора в тяжелом весе, неоднократный чемпион мира по самбо. Виталий Минаков. Виталий, здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, уважаемые любители. Как после тренировки? Есть ощущение легкой усталости? Вы здесь до турнира не отжимались, конечно, впахивались с железом со страшной силой. Есть ощущение такого удовлетворения. Тренировка хорошо прошла. От хорошо сделанной работы. И еще сейчас спортсменов, вы успеете представить, вот все-таки все люди, ну-ка, похожи, мы сошлись с Виталием. Мысли то, что господин Том, президент клуба, очень похож на Гришу Драдо, вот очень-очень. Да, есть. Честное, честное, честное слово. Но он так не умеет боксировать, как Григорий. Ну, если все умели боксировать, согласен. Если все умели так боксировать, как Григорий, у нас бы, я думаю, бокс находился на том уровне, что его догоняли бы десятилетиями. Это факт. По поводу четвертого поединка Павел Ушаков и Магомед Расул Гасанов. С кого будем начинать? Начинать будем, давайте, сначала. Два базовых представителя борьбы. Борьбы с амбой и вольной борьбы. Вот сейчас мы здесь и посмотрим на вечное противостояние самбистов и вольников. Ушаков Павел Валерьевич, 19-го года рождения. Павша, боевой самбист, мастер спорта, дебют. И Халик Муртазалиев. Давай, Магомед Расул Гасанов, прошу прощения. Вольники, как правило, очень хорошо работают около клетки. Поджимают, бьют коленями. Вот что сейчас он делает. Да, и так довольно агрессивно, причем. За это дело сразу берется. Но сегодня вообще, в принципе, все поединки так довольно резво, агрессивно начинаются. Какие-то неимоверные нокауты. Вы видели, да, первые три поединка? Да, да, да. Суммарное время там любопытно было посмотреть. Я думаю, что это в духе пяти минут. Отключил руку, посмотри, как забивает сейчас. Да, да, да. Забил. Он уже отключил полностью. Вот и все. Вот, собственно, и поговорили как раз из той серии. Посмотрите, общее время поединка, оно здесь тоже, ну, сколько? Полторы минуты? Да, полторы минуты. Но, знаете, очень печально, что у нас практически каждый поединок заканчивается какими-то серьезными травмами. Серьезными, да. То есть с переломом руки, тяжеленный нокаут, от которого потом восстанавливаться долго. А формат-то мы с вами помним. В команде 10 человек. Это, наверное, все-таки говорит о немножко разном уровне подготовки спортсменов. В том числе? Да. А я не случайно, вы знаете, Виталий упомянул о том, что 10 человек в команде. Вот смотрите, номинально, номинальной команде, которая собирается дойти до финала, у нее минимум 5 встреч. Три групповых, полуфинал и финал. При том, что в полуфинале уже будут, ну, номерные соперники из той подгруппы. То есть, а там Пересвет и Академия ММА, ну, как минимум. Это уже будет уровень. Да, это, ну, еще понятно говорить об этом рано, но номинально фавориты они там. И посмотрите, то есть, уже в четвертой встрече, кстати, представители клуба «Боец» тихонечко у нас разминаются, по кадру видно. Сейчас будут приводить в себя, ой-ой-ой, там нокаут очень тяжелый. Очень и очень тяжелый. Счет сравнялся, но сейчас, наверное, не это главное. Так вот, и к этой пятой встрече у тебя состав-то должен быть еще боеспособный. Его надо в каком-то виде до этого довести, потому что замен не разрешено, насколько мы с Камилем Гаджиевым беседовали. Десять человек в команде у тебя, вот все. Готов выставить состав, выставляй, нет? Есть одна замена. Да. Есть одна замена. На десять человек, да? Да, на целый турнир одна замена, конечно, это мало. Ну что, вроде бы пришел в себя. Ну, как раз Денинко Шнерик. Тоже очень уважительное отношение. И посмотрите, насколько они здесь зарубаются все-таки, а? Ну, понимаете, это командное противостояние. В команде всегда ответственность чуть больше. Когда ты выступаешь только за себя, так скажем, это один момент. Когда за твоими плечами команда, за твоими плечами множество болельщиков, соотечественников, это совсем другое. И вы знаете, Виталий, я целиком полностью поддерживаю данную сентенцию. Плюс ты представляешь клуб. На этом мероприятии, на этом событии, на этом ивенте, как любят говорить, ты представляешь тот клуб, в котором ты занимаешься. Потому что, ну, в беседах с друзьями, в беседах там со всеми с вами близкими, знакомыми, те, кто являются действующими. Это я боец. Я боец вот такого вот клуба. И вот ты свой клуб здесь продвигаешь. У тебя, наверное, самое лучшее, что может быть. А у нас, обратите внимание, 2-2 и... Да, интрига. Интрига. Сюжет о раздевалках. Пускай это будет вот так вот таинственно. Что конкретно, смотрим. Его затопируют и по очереди люди подходят. Сначала ты, потом ты повисал. Хорошо. Саня, как будет выкрувать? Сидя, Роберт, сразу накалывай. Я шире. Почему белая? Антон, а ты где будешь ты первый раз? На втором этаже. На втором этаже? Да. Диман Заболотный поможет. Да, пошли. Крепко спал. Выспался. Все хорошо. Все, остальное вы увидите бою. Чис. Весовая категория. Следующая, конечно, следующая пара команд. Академия боевых искусств из Калининграда. Клуб «Боец» из Оренбурга. Также будет интересно. Ну, а здесь все решится в заключительном пятом поединке. Клуб «Бога» из Оренбурга. И, как всегда, вот это ответственность сложить, чтобы вы на тяжеловечеете. На тяжеложей, да, Виталий? Все, все на то и есть. Халит Мортаза Лейфы и Артур Тюльпанов. Именно таковы сейчас пары. Все бы интересный. Все бы интересный. К слову сказать, Мортаза Лейф-то, насколько я понял, он недовесок вообще. Он вбился в 84 всегда И Муан Файтер он выиграл в 84 И сейчас ему пришлось Экстренно добирать Насколько мне его тренер сказал Чтобы в принципе был человек По габаритам даже посмотрите Есть плюсы, есть минусы Я считаю, что сам основной плюс Это мобильность, подвижность в клетке Скорость Поэтому вес Где-то важен Большей части Скажем, важна скорость Подвижность И желание победить Без него все равно никуда Ну вот решайте, ребят 2-2, кто победил Здесь как раз то, о чем вы и упоминали Не только личная, но и командная ответственность В полной мере Напряжение, конечно, очень Да что такое-то Еще один нокаут, что ли? Нет? Нет, мы устаем Все Здесь задушит, скорее всего Взял в стойке Хорошо взялся Пупал Вылезет, не вылезет? Сложно сказать Здесь уже вряд ли удушит Очень хорошая позиция была Но он не доработал немножко Где? Рассказывайте Была хорошая позиция, когда Прихватил голову Затрепился ногами Здесь немножечко, видимо, нервозность Сказалась Засуетился Немножко внизу И упустил Очень выгодную позицию Артур, вставай Сейчас Генхарова советуют А вставай Ну, еще Николик Посмотри, что ты делаешь Переместился Переместился Здорово Ушел Наконец-то Из этой позиции Сейчас есть возможность Параболить Выгодную позицию Заня Грамотно Отключает Отключает руку И вот здесь Можно добивать Насколько я знаю Добивания локтями запрещены Наверное, да? Да, да Добивания локтями здесь запрещены Так, зашел Ну, чтобы вставать Билет Вставай, кричал Артуру Кувырнулся Естественно Хорошо попал Добивание Плотненько Хорошо сверху работает О, как здорово Посмотрите Полит лежит внизу Добел Да, вот очевидно Ожидаемо Потому что так внизу Оставаться нельзя Нельзя лежать без действий И посмотрите Вот действительно И бойцовский характер И бойцовский дух Продемонстрировал Пропустил в такой Бэкфист И выставил Молодец Хотя Казалось, что сейчас Уже упадет И вот такое возвращение Но фантастика на самом деле Вот фантастика И забил в итоге Перетерпел Удушение И вес Не стал побегать Да? Да, ну поединка И таким образом 3-2 в пользу Клуба Крепость Вот это да Я думаю, что В боевых рониках В аналитике Которая будет Потом Будет на следующий день В программе Я имею ввиду Там будет повод И о чем поговорить И как поговорить И еще Посмотрите Ну вот все В принципе, да Казалось бы Попал Попал В этой весовой категории Посмотрите Вот влетело Еще в безопорном положении Практически Побежал добивать Подсел Захватил здесь шею И все было правильно сделано И дальше Перетерпел Ну и вот здесь Классика жанра Грамотная работа Сверху Плюс использование Вот этого рычага В принципе Посмотрите Да Вот куда тебе деваться Здесь нужно Было Халиду мастить Уходить Любыми судьбами Ни в коем случае Не пытаться Как-то снизу работать Добивать Задача должна быть Ладно стоять Мастить Уходить Ну что ж 3-2 3-2 В пользу клуба Крепость Очень непростой Здесь получился Поединок Крепость Крепость